Проект «Живые уроки» интересен тем, что позволяет школьникам воочию увидеть памятные места, сыгравшие большую роль в истории. В год 80-летия трудового подвига строителей сурского и казанского рубежей ученики столичных школ уже подготовили сборник воспоминаний участников тех событий. Следующим шагом стало создание путеводителя. Наша съемочная группа вместе с ребятами прошла по основному маршруту, зафиксированному в уникальном туристическом издании. Дина Арсентьевна Белова живет в деревне Сареева. Этой весной она перешагнула 90-летний рубеж, но память ее хранит главные жизненные вихи. Детства, как она говорит, у ней не было. Война началась, ребята. Мне было 10 лет, а 11 год шел. Прием из школы, надо работать. Родители основные, сестры, братья работали на рубеже защиты. Мы делали эти окопы и противотанки и рвы. Наша задача у детей была готовить к ихнему приходу дрова топить. То время топили дома дровами, а воды дома не было в деревне. Надо было на речку идти. Строительство оборонительных линий шло в тяжелых условиях. Не хватало еды, теплой одежды. Многодетная семья Дина приняла на посту еще и жителей Саликовского района. Мороз тогда 40-41 градус. Приходят мерзлые. Ночуют утром опять. Утром обычно наша моя мама вставала в 3 часа дня ночи. Топила печку, варила, завтрак. Поставила на обед, на ужин. Они покушали, уходили копать. Вот так было. Здесь, на мемориале, навечно запечатлены именно тех, кто сражался за родину. Родной брат Дина Арсеньевна тоже ушел на фронт. Тогда ему было 20. Домой он уже не вернулся. Он как-то в этом говорил, перед тем, как уйти на фронт, не миновать войны. Его хотели забрать. Думали, морфлот на 7 лет тогда. 7 лет было на морфлоте. Мать плачет. Сынок, я дождусь ли тебя на столько лет? А он обнял мать и говорит. Мама, может быть, еще 7 дальше? Дождешься ли ты меня? Рассказ ветерана ребята слушали, затаив дыхание. История Дина Белова и других участников тех событий вошли в сборник воспоминаний. Очень хочется, чтобы эта книга стала тоже для вас своего рода, наверное, данью уважения к тем людям, которые погибли, к тем моментам, которые вы смогли превозмочь силой своего характера, мужества, то, что вы воспитали не одно поколение патриотов. Школьники гимназии номер один, члены поискового отряда «Искра» прошли по местам легендарного строительства. Живой урок надолго останется в их памяти. Меня впечатлило то, что у них была только одна цель – построить этот рубеж, трудиться на все, чтобы наш народ выиграл эту войну. У них не было другой мечты. На уроках мы сидим, получается, историю изучаем по учебникам, а когда приезжаешь сюда, здесь у тебя море впечатлений, и все больше запоминается. Я хочу поделиться впечатлением своими родственниками, друзьями, чтобы сюда приезжали побольше людей, вспоминали не только 9 мая, каждый день помнили. Издание еще будет дорабатываться и дополняться. Мы здесь изложили саму карту, фотографии для того, чтобы школьники могли посмотреть, могли сориентироваться по тому району, куда они едут на живые уроки. Путеводители очень удобны в том плане, что мы постарались обозначить все важные точки по строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ну и является, мы считаем, настольной книгой для каждого школьника республики. Планируется также сделать QR-код, чтобы, двигаясь по маршруту, можно было бы получать дополнительные сведения. По замыслу инициаторов от этого выиграет и внутренний туризм. Я надеюсь, что Ильина Гора станет своего рода местом, где будет действительно проходить реконструкция тех событий. Я думаю, что все-таки мы сможем восстановить вот эту линию обороны. И хотелось бы в этом году вместе с Минобразованием здесь сделать фестиваль поисковых отрядов, студотрядов. У костра сидя, вспоминать, приглашать, если, дай бог, останутся те люди, кто еще участвовал в тех событиях, приглашать их тоже на эти исторические встречи. В планах сделать фестиваль ежегодным, приглашать на него поисковиков со всех регионов. В рамках жилого урока ребята также побывали в парковом мемориальном комплексе в деревне Яровой Косы. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Продолжение следует...